итак всем привет у нас тут события обновили квачок причем обновили довольно таки глобально и вот уже мы видим самое главное по мне так новшество на экране это новая карта которую проименовали new retro map звучит шикарно по мне так и словосочетание new retro map это dm6 из первого койка со мной хокс хокс привет привет ну ты чутка ознакомился да с вернее все это на птс карта была на птс да я всегда сначала когда птс выходит новые версии кин тебя загружаю в общем знакомый с контента постепенно его в течение сезона добавляют и эта карта была добавлена довольно таки рано тоже и пости причем первая версия была максимально темная она называется гордарк и на вертик на вертик снова освещение вообще там мы был абсолютно чем такая вот потом постепенно немножко доработали вот и как бы вот она сейчас такая как есть суши я как-то продевал момент но я обычно слежу за птс но по крайней мере когда карта новый точно я как это продевал то есть она доступна была достаточно давно кучу ну да там сервер точно не знаю как как я умудрился обычно таки вещь а на официальном дискорд сервер канале вот публикует новости надо просто туда заходить и смотреть когда канал да да мои первые впечатления забавно то что текстуры ветра карты то есть все игра ну все графические элементы видно что ну качественные современные но вот текстура стен такая стилизована по действительно под ретро собственно ну в честь 25-летия квейка как я понял выпустили эту карту не выпустили а практически просто портировали потому что изменений по мне так вообще минимум вот единственное изменение что я понял то что в q1 надо было стрелять в сам вот этот лифт чтобы открылся а здесь открывается выстрелом в кнопочки ну и соответственно на карте есть часы да соответственно их в q1 быть не могло в остальном я вот побегал я взял анарки специально потому что физика кое-кворкла она как раз близко к про моду так я немножко разучился двигаться тут очень давно так вот в остальном карта очень-очень-очень прям такая же то есть она прям чувствуется по масштабам но реально как будто загрузил q1 ну я серьезно беру я очень много надо им 6 сыграл дуэлик попробую нормально распрыгаться аж бекера да да прям флэшбэки жесткие здесь меньше застреваешь участника и нормальную скорость набрал прям такую в q1 потому что мы не знаю как играют профики да но я например под застревал кое-где на ступеньках постоянно цеплялся здесь реально на анарки можно разлететься очень сильно но с другой стороны ну прям проходы максимально узкими кажется то есть например наверху там два прохода да если здесь тебя заперли ты очень сильно ограничиваешься в маневре и в тебя все будет лететь ты на ней как подуэлился ну то есть да я первый день когда ее выпустили я зашел с конташ с конташем на птс и он первый раз зашел эту карту и я его очень интересный опыт поиграть вот в квейк да это очень редко бывает абсолютно не зная карты и сразу дуэль и ты вот изучаешь по ходу и сразу узнаешь интересно ну такой несбываемый опыт на самом деле интересный ну потом же через какое-то время я его выучил самое сложное для меня сразу было понять это с работу телепортов ну то есть ты видишь вроде бы как бы да ты заходишь них вперед-назад думаешь ну вроде бы все логично потом понимаешь то что один телепорт работает только в одну сторону так и для меня это доходило долго один можно было прямо за телепорт если ничего вставать даже даже не совсем понял у меня реально флэшбеки сквозь видимо поэтому мне пока не кажется ничего дозрительно вот а в двух словах тогда про птс значит появилось несколько пушек новых но скинув на пушки их я покажу то вообще есть почтово полный кто кому интересно полное изменения лучше вы сами 5 но сами почитайте там детально посмотрите на каждый пункт в описании к ролику вот значит на батл пасс добавили пушки новые это 3 болт он доступен на первом левеле на последнем левеле доступен рейл причем рейл такой красный с черной ободкой очень красивый ради него стоит качать батл пасс конечно и по моему и по моему плазму до но это посмотрим глобальный про античит вот интерес да добавили античит очень приятная новость потому что давно не занимались никаких новостей чего не не было вроде как посмотрим насколько уменьшится количество читеров потому что я слышал то что люди жалуются реально хотя лично я не встречаю но вроде как здесь по крайней мере какие-то открытые да он был какой-то это новый античит или вообще античит я так как-то ну не новый но но нет какой-то вроде как был но опять же знаешь это все кто-то скажет был кто-то скажет не было на каком-то уровне же они банят непонятно просто на каком случае это такая закрытая информация на самом деле для разработчиков забавно то что получается еще одна карта без органа еще один корабль а кстати да суши я сейчас обратил внимание успел тоже прочитать то что теперь дэмэдж отображаемые суммируется сразу написал 102 эти снес то есть раньше он писал меня поставляй то есть у меня я бы я выключил эту функцию мне не очень понравилось поэтому я выключил и по звукам то-то самое можно их включать можно выключать потому что например шафт когда шафте шить он суммирует это конечно звук не очень как-то опять же дело привычки конечно а а у тебя разве он не стал глухим когда ты наша в телу нет ну что-то поменялось да да я понял чем больше попадаешь звук меняется да это мишу да 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 а это отдельно цифру можно отключить отдельно цифру так хочу тогда посадить чар пучок так здесь можно куперить было помню был маленький киперил тут много мест нычек до кемпи что там значит тяжелый чемпион теперь 75 армору до вместо 100 да это может очень сильно изменить навигу дуэлях опять же посмотрим как это повлияет но теперь каких других режимах до в дуэли 75 арморов если я правильно понимаю уже собственно в игре то есть это не настраиваемая опция да естественно ну все все в равных условиях на самом деле много людей жаловались то что с респа ты бежишь сразу на полну после персонажа и ты попередешь стреляться постоянные размены были вот эти вода я знаю интересно именно на какой стадии принималось решение то есть ну а давайте уберем и посмотрим что будет или это какой-то но настолько я знаю всегда они слушают разработать их игроков разработчик вроде как с про лиги кто они там есть общий чат на которому они там советуются рекомендуют ну и соответственно чё-то в остальном кучу я видел в почте кучу мелких изменений именно таких да значит пока сам мелкие да там что-то по фиксели там тотемы там какие-то нычки убрали чё-то на кзади очень каждый раз фиксят поверхности понятно я думаю это только важно кто профессионально играет большинство наверно особо не важно это просто по верхней части и действительно прям очень сильно впритык так скачет на самом деле но я между низкие потолки в один на самом деле точно так же было так где у звука именно на стройке звук да 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 и какая команда и справа у тебя звук при попадании есть отключить один эффект и по типу урона каутина английском да да у меня хит бип сингл sound effects вот у меня сингл просто они у меня тип урону один эффект это когда просто один звук нет у меня типа типа урона как раз таки слушаю я нахая нахая просто работает один звук не прикольно когда ты ракета и рейла попадаешь у тебя такой слабенький звук такой легкий до меня старая система полностью устраивала поэтому я вернулся к ней ну может кому понравится новую суши это плазмы что ли на стену снег остается а сюда это или те включены эффекты кстати туда ну в целом ничего больше нет 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 есть еще очень важные технические вещи это прям вот очень важно это изменение это раввин тут по первым то есть он не понимает мышь опрашивается сейчас но раньше опрашивалась через direct x через минус как-то ну соответственно могла работать не так резко не так чуть 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 небольшой задержкой какой-то сейчас это напрямую опрашивается если включить но может найти в управлении у меня включить да это я помню что тогда включал гейма или настройки мыши у то есть управления управления и сразу же справа у тебя настройки выше 1 до сейчас по умолчанию если важный нюанс то что сразу может быть ощущение что мышка немножко быстрее и как-то ну то есть не на немножко непривычно этот эффект привычки он очень может сильно сказаться может кому-то очень не понравится без надо еще привыкать и в это время теоретически это круче у меня нет чувства не привычки участие меня убил я еще читал в патчноуте что там вроде можно перебинить кнопку спала кому не нравится на пробел еще подожди пограли еще еще секунду 2 технический 2 технический нюанс важный это рефлекс nvidia кто слышал новости про то что такое видео рефлекс она снижает опять же лакинку по умолчанию отключено стоит можно включить либо включить второй пункт а включите ускорение пункт меню игра 1 игра и там последний пункт слева значит нвидео вот по умолчанию отключено да у тебя нет и не был а включено по умолчанию отлично ну вот значит возможно включить плюс ускорение вот и что и что есть что то происходит то есть по идее уменьшается лакинку то есть чуть быстрее происходит все речь и чуть-чуть соответственно на это круче но с учетом опять же это очень большое дело привычки то есть если ты играл и привык основываться на своих ощущениях как-то очень ты там немножко у тебя сбиты будут будут час биты тайминги и кажется что все не так и все как-то нельзя сложно описать словами нужно просто прочувствовать и по первой я я не знаю я рекомендую не сразу все включать то есть сначала одно включить там например на просто включено потом на может быть ускорением также и рад input сначала выключить потом включить там и на это переходить плавно потому что кто очень хорошо чувствует но физику как механику вот как мышь двигается то для них это может быть очень критично сколько этих забегов на сделал так я предлагаю если еще нет еще маленький момент это режим стримера да смотри вот так же в меню игра слышал тоже слышал да да смотри у нас часто бывает проблема когда стримеры сворачивают игру альта боются и в игре было раньше 20 фп ступа и вот например там что-то показывалось и сразу люди начали у них там это все замелькает почему так было потому что ну потому что экономия ресурсов процессора чтобы там меньше за разгрузить видеокарту там процессор и типа это лучше для железо для большинства игроков но для стримеров которые показывают игру да и зрителям нужна высокая частота это было плохо и логично было ввести данный пункт чтобы игра не снижала частоту в итоге у нас будет такая ситуация что будет также плавно если человек свернул игру вот при этом и смотри вверх выше чуть-чуть настройки есть лимит частоты кадров в игре увеличили кстати да там а и да и в меню до до 250 можно увеличить да в меню имеет смысл уменьшить чтобы меньше нагрузка например я поставил там 120 до там 60 армала до поставил 8 120 и при этом все достаточно плавно но не супер динамично чтобы тебе там нужно было 250 240 а там а вот а лимит частоты кадров в игре как вот как оставить как же были возможности такие понял ты же галочка поставил до режим стримера ты будешь стриме до я единственно не почему тогда всем ее не поставить всем не поставить потому что для обычных игроков это экономия ресурсов когда он тебя сворачиваешь игру у тебя видеокарта разгружается температура падает все все теперь я неопытный пользователь windows и прочих ништячков поэтому переспрошу понятно понятно и если ничего больше нет предлагаю зайти в меню покажу пушки батл пассовский и потом катанем дуэллечка выходим на правилку да 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 еще такой момент в конце последний пункт в пачноуте имей ник теперь можно сделать только с 4 4 более символов при этом нельзя ставить пробелы в конце например но дело в том что я себя так поставил ник хокс и пробел и как было такие такие то есть мнение не заставили поменять не забавно но лишь законом это получается так так я значит а мне надо выйти выходим да сейчас я опнул батл пасс не опнул смысле активировал я уже раз это делал по моему уровню до пятого дошел на этом все закончилось в общем три пушки каких-то новых у нас привез но вот сразу ротган рипер да рипер у нас такой ротган есть теперь не знаю покрутить его можно нельзя и какая-то еще одна пушка так это шафтик ракетка мне нету ей очень плохо очень плоско плазма последний ритуал а все вижу да вот так вот плазма но к сожалению батл пассе и и не разглядеть значит смотрю минимум будет доступна и внешне издан ну выглядит прикольно так рэл 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 где там этот супер-сутомет и все все вижу все вижу рипер ну такая разломный мотоцикл похоже и супер-сутомет да надо смотреть конечно как он стреляет эффекты его а теперь очень важнее но выглядит такой в седухе q4 ну чё катанем дуэлечку на м6 по приколу я черная а теперь нужно договорить q1 м6 а не потом можно подумать q3 да и кстати все дым 6 успешный да заметь в первых в третьем и в качестве на суши пытаюсь помнить а в q2 она игралась в дыме не всеми любимая карта но очень прикольно там куча лава он зала слава томпу если не ошибаюсь называется и ну там там так приятно падать очень много в лаве купаются полисе что у тебя скин на рейнджер а это в честь 25-летия тоже игры выхода добавили можно было вот в течение какого-то времени зайти в игру там прокат выполнить текст к заданий получить этот а я нет у меня такого но он сейчас играем дуэль фановым посмотрим как гуляется дм6 кстати ну собственно она в койку руды но и в кодин она просто пишет амады м6 то есть там не было у 1 дм6 там куда ну да это потом поняли что надо ввести детям но это скучно что ку-2 там уже было куда там дым один соответственно в оригинальной койке просто дым 6 никто не знал что будут другие части но все так и не гонял вышла но и помнишь конечно очень давно не играл вообще играть на карте из-за ку-1 что-то ты задумал что-то ты задумал мог бы не уходить я же зашел вниз и надо бы встречать репорт но я пока пытаюсь вспомнить как играть в куче если честно о том как играть на карте потом как играть за сорлога потом а потом игра закончится я же был выше до пока говорю по старой памяти ничего ничего сейчас вспомню и забудь что ты резко 6 месте что я до этой вообще открыть сок чуть-чуть ничего страшного бабе . . нормально бывает все я еще пытаюсь помнить как мега спау насколько здесь эффективно в портах нуждать не знаю не знаю ну далеко и к чекам сообщение понятными так что хотя части как так ощущение что многовато на этой карте все же контрольки пошли потосов мало очень на на м в в в в в в Продолжение следует... 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 По мне, так, во-первых, чтобы киберспорт был более стабильный, да, то есть сейчас, ну, Берег Вейк про лигу, и все, нет игры вообще. Я не знаю, как тебе правильно объяснить, но вот смотри, ну, какие-то вещи делаются, чтобы новых игроков привлечь. Вот то, что сейчас сделано, там, Дейм Шейс, Ретро, да, там, новые скинчики, они же никак не повлияют. То есть там вообще все надо, грубо говоря, в плане маркетинга, подхода переделывать. И над этим никто уже не работает. То есть есть про лига для избранных, и есть какие-то скинчики и карты. Ну, естественно, это тоже делается, там, старых. Кстати, не знаю, ты слышал или нет, но по инсайду уже разрабатывается новый кайк. Да, 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 слышал. Может быть, даже на этом кайконе что-нибудь услышим, интересно. Услышал на кайконе что-нибудь или нет? Да, я надеюсь, я надеюсь. Он уже, в принципе, скоро, да, полтора месяца. Да, да, совсем низко. Да. Все, всем пока.